МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Медработники очень загружены в ситуации в нашем мире. Нужна любая помощь, как студенты медицинского колледжа выручают врачей в пандемию. В музее оловянных солдатиков новые экспонаты, чем пополнилась коллекция Вячеслава Лопашова. Спорт в пандемии. Почему фитнес-клубы одно из самых безопасных мест? Далее расскажем обо всем подробно. Школьники 9-11 классов с 9 ноября вернутся в школы. Очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что к нему поступает много обращений по дистанционному обучению для 6-11 классов. В первую очередь это касается выпускников, готовящихся к экзаменам. Сегодня приняли решение, что переводим 9-11 классы в очный режим с 9 ноября. По остальным старшеклассникам примем решение по очной форме, как только позволит ситуация. Заявил Глеб Никитин на своей странице в Инстаграм. Глава региона также отметил, что дети не должны собираться компаниями в торговых центрах и проводить там свободное время. В связи с этим указ обязывает торг-центры не допускать на территорию детей до 16 лет без сопровождения родителей или лиц их заменяющих. Кроме того, еще на 4 недели с 9 ноября продлятся больничные для лиц старше 65 лет. Вместе с этим сценарий с тотальной самоизоляцией и экономическим локдауном в Нижегородской области не рассматривают. Об этом в интервью Ньюс НН заявил замглава региона и министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов. Он подчеркнул, что основные меры профилактики коронавируса применяют уже сейчас. Это масочный режим, социальное дистанцирование, перевод сотрудников на удаленную работу, дистанционное обучение школьников. Тотального закрытия общественных мест, по его словам, точно не будет. С другой стороны, я бы всех мобилизовал в плане того, какие эпидмеры нужно соблюдать, рассказал Мелик-Гусейнов. Чтобы мы более осознанно, более законопослушно выполняли те требования, которые к нам предъявляют санитарные врачи, которые нам диктует медицина, чтобы успеть справиться с пациентопотоком. За минувшие сутки в России выявили 19 404 случаев заражения, 422 из них в Нижегородской области. В Сарове за два дня заболели еще 124 человека. Двое скончались. Студенты Саровского медицинского колледжа пришли на помощь своим будущим коллегам. Теперь в 1-й и 2-й поликлиниках будущие медики дежурят на входных фильтрах, разносят карты из регистратуры по кабинетам и отвечают на вопросы тех, кто сдавал тесты на коронавирус. Подробнее о работе студентов расскажем в следующем репортаже. Воспитанники Саровского медицинского колледжа присоединились к медикам, чтобы помочь в борьбе с пандемией. 17 студентов 3-го и 4-го курса направили во 2-ю поликлинику. Несколько их одногруппников пошли в первую. Пока будущие медсестры и врачи помогают в организаторской работе. Непосредственно с больными они не работают. Но и эта помощь очень важна. Милана Баранова, например, дежурит на входе для здоровых людей. Заходят пациенты, и мы меряем температуру. И советуем, в какие кабинеты куда идти, если они спросят. Проходить медицинский осмотр, сдавать анализы. Марине Байковой приходится встречать пациентов и с признаками ОРВИ. Приходят те, кому нужно на выписку или продлить больничный. Мы их направляем в точный кабинет. Пишем имя, фамилию, отчество, где работают, чтобы отправить в регистратуру, чтобы они уже там карточками отправили в кабинет. Заразиться ковидом Марина не боится. Девушке выдали все необходимые средства защиты. Одноразовый халат, маску, шапочку и перчатки. Контакт с потенциальными больными минимален. Легче заразиться в магазине или общественном транспорте, считает девушка. Также студенты помогают в регистратуре, сортируют и разносят карты по кабинетам. Еще одна бригада работает в колл-центре. Отвечаем на звонки пациентам, людям, которые звонят, узнают свои результаты. По ковиду. Обычно где-то, начиная с 9 и до часа, вот они постоянно. То есть, только трубку кладешь, тут сразу второй звонок. Вот так отвечаешь. Ну, приходят, справки им. Даешь, что если отрицательные, положительные или нет. Как считают сами студенты, эта практика – отличная возможность посмотреть изнутри на то, как устроена работа в медицинских организациях и внести свой вклад в борьбу с пандемией. Саровские школьники стали финалистами конкурса «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В номинации «Создавай будущее» победил 11-классник гимназии номер 2 Арсений Володько. В номинации «Расскажи о главном» ученица 11-го класса школы номер 14 Виктория Груздева. В номинации «Твори» финалистом стала 10-классница школы номер 17 Екатерина Торпова. 11-классники получили по 1 миллиону рублей, 10-классница – 200 тысяч. Деньги можно будет потратить на получение высшего образования, освоение иностранных языков, оплату творческих мастерских и спортивных секций, приобретение образовательных гаджетов и другие направления творческого развития. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россияне смогут включать в электронную трудовую книжку запись о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Для этого необходимо будет направить заявление в пенсионный фонд. Отдел ГИБДД Сарова объявляет набор сотрудников на должность инспектора дорожно-патрульной службы. Основные требования к кандидатам – оконченное высшее либо среднее специальное юридическое или техническое образование. Возраст до 35 лет, отсутствие судимости у кандидата и его родственников. Отсутствие штрафов за административные правонарушения, как минимум в течение года. Служба в вооруженных силах, водительское удостоверение, как минимум в категории «Б». Иногородним гражданам предоставят общежитие. Запись на собеседование по телефону 6-9100. Станция юных техников продолжает набор ребят на этот учебный год. Все занятия бесплатные. Школьников в 8-11 лет ждут в объединении электрифицированная игрушка. Учеников познакомят с миром электричества, с общим принципием устройства и действия машин и механизмов. Для малышей-дошкольников открыто путешествие в Техноград. Занятия направлены на развитие логики и пространственного мышления. Кроме того, ребята с 7 и 8 лет смогут записаться в дизайнерскую студию «Разноцветные капельки». Подробности по телефону 9-52-23. Запись в объединении через навигатор дополнительного образования Нижегородской области. 5 ноября дети вернулись к учебе после длинных осенних каникул. Но за партой сели не все. В школу разрешили прийти только младшим школьникам, ученикам 5-9 и 11-х классов. Остальные учатся дистанционно. Сколько продлится такое обучение, неизвестно. Как к этому относятся дети и их родители, выясняла наша съемочная группа. Каникулы у школьников закончились, но в родную школу вернутся далеко не все. По указу губернатора Нижегородской области, теперь очно будут учиться ребята с 1 по 5 класс и 9 и 11 классы. Посмотрев инстаграм Глеба Никитина, мнения подписчиков разделились. Кто-то считает, что все ребята должны ходить в школу очно. И дистанционное образование – это вовсе не образование. Пойдемте спросим у сыровчан, как они к этому относятся. На самом деле, когда очно легче усваивается материал, в принципе, потому что сейчас сама по себе концепция дистанционного обучения, она очень правильная. Мне нравится сама, в принципе, идея. Но она очень топорно реализована сейчас в реале, как по крайней мере, то, что я знаю от своих сестер. Так что я считаю, что лучше учиться очно. К тому же, все равно очень же странное разделение по тому, кто учится очно, а кто учится дистанционно. И в итоге все равно это, как мне кажется, для окончания пандемии никак не поможет. Вообще дистанционно. Почему? Потому что маленькие, извините. Старших классных классов. Мы не выпустили старший класс. А младший еще. Извините. Так что? За ними след, и след. Очень. Почему? Потому что дистанционно очень неудобно учиться. Нет контакта с детьми друг с другом. С учителями от контакта. И дома они филонят. Они учатся. Очно. Почему? Ну, они, во-первых, учители видят. А заочно-то они как же будут сидеть за компьютером-то. Дистанционно. Почему? Потому что меньше болеть будут. Я бы желал лучше, чтобы, конечно, очно учились. Почему? Ну, образование есть, образование. А дистанционное, ну, это обед по телефону. Правильно, что разделили, что теперь первые и пятые классы учатся очно, а остальные дистанционно? Ну, наверное, да. Потому что они еще не знают, как пользоваться компьютером. И тем более родители работают. Поэтому, наверное, да. Я думаю, что правильным было бы. Кому нравится онлайн, пусть учатся онлайн. И кому нравится очно, очно в школе. То есть, вообще, другое дело, единую методику избрать. Опрос мы провели и в социальной сети ВКонтакте. Большинство подписчиков считают, что их дети должны учиться очно. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Евгения Шевцова. В музее оловянного солдатика появились новые экспонаты. Встроенные ряды войск пополнили миниатюры из Екатеринбурга. В их числе редкая фигурка, изображающая вице-короля Италии Евгения Багарне. Также в музее появились княжеские дружинники X и XIV веков, викинги, офицеры английской пехоты XVII века, госпитальер со знаменем XIII века. Подробности далее. Один из самых первых танков Великой Отечественной Т-70. Его создали на Горьковском заводе в 1941 году. В разгар боев военная техника защищала наших солдат от осколков и огня. Благодаря танку в декабре 1941-го Красная Армия остановила гитлеровский Блицкрик. Под Москвой и начала контрнаступление. Сегодня макеты боевых машин можно увидеть на стендах музея оловянного солдатика. А на его базе еще сделаны Катюши, первые Катюши. Это было очень интересно. Их сначала было выпущено 137 штук на базе танка, а потом их выпущено 111 штук. Но потом выпуск прекратили по той причине, что стали их делать просто на базе ЗИСов. На базе полуторок, то есть на колесном ходу. Потому что на гусеничном ходу они были достаточно неуклюжие, конечно. Пополнился музей оловянного солдатика и фигурами личного конвоя Николая II, полками португальцев, итальянцев и саксонцев. Также на витринах расположились средневековые воины-викинги и рыцари. Но больше всего Вячеслав Лапашов гордится фигурой Евгения Багарнея, пасынка Наполеона. Самое интересное, он был с ним во всех военных походах. И когда Наполеон покинул армию в 1812 году, уйдя из России набирать новое пополнение, то Жен остался, собственно говоря, главой всей армии Наполеона. Понимаете, то есть он спас армию. Остатки напало 600, сколько там, 635 тысяч напало, а вышло 50 тысяч. То есть огромные потери были. Вот он эти остатки вывел в Европу. Еще одна фигура, о которой Вячеслав Лапашов рассказывает с восторгом – Наполеон верхом на верблюде. Экспонат создан по мотивам знаменитого похода Бонапарта в Египет. Почему на верблюде? Так как они носились по пустыне, европейские лошади не были приспособлены к этому, практически вся кавалерия пала. А на верблюдах можно было ездить. Ну, это местный транспорт, собственно говоря, и боевая единица. Их называли как-то там рота драмадеров. Посетить музей лавяного солдатика может каждый желающий достаточно просто записаться на экскурсию по телефону 8 903 606 22 19. Спортивные залы, фитнес-клубы дольше всех остальных заведений сидели на карантине. Открыться им разрешили только в конце июня, но с соблюдением ряда требований. Посещать клубы можно только в маске. Залы постоянно обрабатывают, а на входе измеряют температуру. Благодаря соблюдению всех этих требований, фитнес-клубы сейчас одно из самых безопасных мест. Риск заразиться в них минимален. Давай по 15 повторений, Саша, сразу на 12 эпизодах. На 12 повторений. Олег Майоров 7 лет работает тренером. За это время молодой человек собрал клиентскую базу, благодаря которой восстановить посещаемость. После долгого простоя в режиме ограничений не составило труда. По привычным тренировкам в арт-фитнесе Олег скучал. Во время жестких ограничений подопечных не бросал и находил онлайн-альтернативы. Минимум какой-то был, но спортсмен на такой хорошей базе, потому что этого минимума было мало. В любом случае нужно было железо. И как могли, тоже справлялись. Придумывали какие-то покупки. То есть какие-то штанги, какие-то стойки домой покупали. И онлайн сбрасывали мне все тренировки. А я уже их консультировал. Занятия в зале клиенты ждали с нетерпением. Александр Вилков любительским спортом занимается с детства. Мужчина убежден, себя обязательно нужно держать в тонусе. Особенно в пандемию. Занятия в спортзале только укрепят здоровье. А тренер всегда определит оптимальные нагрузки. Думаю, это скучновато. Все-таки это должно быть коллективное какое-то. Потому что от каждого человека мы немножко подзаряжаемся. Потому что стимул какой-то дает. Тренер гораздо лучше со стороны видит, что именно нужно. Потому что мы со стороны всегда лучше замечаем за кем-то. А за собой трудно заметить все свои ошибки. Вот я думаю, что тренер из-за этого и нужен. Чтобы он подсказывал, где, куда идти, какое направление. По словам тренера, ходить в фитнес-центр более чем безопасно. При плохом самочувствии люди вряд ли пойдут заниматься спортом. Чтобы не создавать толпу, посетители принимают строго по записи. На входе клиентам измеряют температуру. Если надо, выдают маски и перчатки. Регулярно проветривают помещение и дезинфицируют оборудование. Любая физическая нагрузка улучшает кровоток мышц и улучшает регуляцию нервной системы. Ваше тело будет не только красивым, но и ваши нервы станут гораздо крепче. Нагрузка в зале увеличивает выработку всех гормонов в организме. Я думаю, сегодня это как никогда к месту будет. Если нет возможности прийти в зал или ты переживаешь за близких своих, всегда можно поприседать. Те же отжимания, те же планочки, тот же пресс. Немножко сбалансировать питание, немножко контрастного душа. Я думаю, это секрет долголетия и хорошего имитета. Отсиживаться дома – не вариант, уверены спортсмены. За крепким здоровьем, красивым телом и хорошим настроением можно смело идти в арт-фитнес. Запись на тренировки по телефону 9-74-60. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин